Начиная с 90-х годов, природный газ превратился тем самым в ключевой энергоресурс для Республики Армения. Сегодня природный газ обеспечивает производство порядка 40% электроэнергии в стране и обеспечивает 90% фактически всей тепловой энергетики в домах в зимнее время. С этой точки зрения цена на газ для Армении – это фундаментальный экономический и политический вопрос. Со вступлением Армении в таможенный союз вопрос с ценой на газ был сформулирован четко и ясно. Цена на газ для Республики Армения будет равна цене на газ, которая существует на территории Российской Федерации. С точки зрения транспортировки и тому подобное, цена установлена в порядке, сравнима с ценой на газ в Оренбургской области. Это 189 долларов, из которых надо убрать цену за транзит. В Армении существует такой миф о том, что Армения платит Грузии, или Россия платит Грузии 19 долларов за транзит российского газа. 10% газа остается на территории Грузии. Но на самом деле это не 19 долларов, это намного больше. Почему? Потому что цена на газ 189 долларов – это цена для Армении, это не рыночная цена. А цена, которая была предложена Газпром Грузии от тысячи кубических метров – это 350 долларов. Фактически Армения оставляет 35 долларов фактически на территории Грузии за каждые тысячи кубических метров природного газа. Что, в принципе, для Грузии и для Армении хорошо, потому что создается очень важная экономическая взаимосвязь между государствами, что очень важно с точки зрения сохранения того потенциала политического и экономического диалога, который сегодня существует. Между тем, я опять сейчас перейду к болевым точкам. Болевыми точками армянской энергетики является изношенность мощностей. Прежде всего, речь идет о том, что Мецоморская АЭС должна быть закрыта, либо срок эксплуатации должен быть продлен путем глубокой модернизации. Глубокая модернизация предполагает практически полную модернизацию, по примеру, Нововоронежская АЭС и Калининская АЭС, которые были проведены в России. Стоимость модернизации колеблется от 200 до 300 миллионов долларов, срок эксплуатации продлевается на 15-20 лет. Это экономически намного более выгодная перспектива для Армении, чем строительство новой атомной электростанции, так как мощность новой АЭС 1000 мегаватт равно годовому потреблению Республики Армения. Если такая станция будет построена, тогда все остальные отрасли электроэнергетики просто вымрут. Либо должны быть ориентированы на экспорт, но с экспортом у нас есть определенные проблемы из-за закрытой границы с Турцией, из-за того, что Грузия уже сама экспортер электроэнергии, а не импортер, из-за того, что Азербайджан почему-то отказывается покупать армянскую электроэнергетику. Но это детали. Второй вопрос – это изношенность теплоэлектростанции. Тут ситуация не очень фундаментальная. Почему? Потому что в течение последних пяти лет были введены в эксплуатацию два новых энергоблока. Первый энергоблока – это Ереванская теплоэлектростанция и пятый энергоблок – Рознанский ТЭС. Первый энергоблок принадлежит Республике Армении. Второй энергоблок – собственность Арбуз Газпрома. Но с точки зрения, что природный газ, который поступает на энергоблок, пятый Рознанский ТЭС российский, это практически естественно. Но у нас есть четыре энергоблока, действующие Рознанский ТЭС, которые окончательно устарели. И почему-то во всех отчетах они вписаны в энергобаланс Армении. Хотя эти энергоблоки практически не работают, потому что тратят на производство одного киловатта часа электроэнергии два с половиной больше природного газа, чем Ереванская ТЭС и пятый блок Рознанский ТЭС. Изношенность очень фундаментальная в гидроэнергетике Армении. С Ивано-Каскадский комплекс ГЭС был куплен российской стороной, со стороны компании Русгидро. Были сделаны, опять болевая точка, обещания касательно модернизации проекта, но обещания пока еще выполняются очень медленно. С этой точки зрения, вот это одна из таких, вот если сравнивать с газовой сферой, которая развивается интенсивно, она была всегда фактически стабильной сферой, гидроэнергетика, армяно-российское сотрудничество, очень сильно хромает. Второй крупнейший гидрокаскад, это гидрокаскад Воротанской ГЭС, который является собственностью республики Армения, и объявлено, что каскад будет приватизирован. Есть большой интерес со стороны американской компании, которая обещала вложить порядка от 140 до 240 миллионов долларов в модернизацию гидрокаскада, что приведет к тому, что гидрокаскад может выйти на бывшие объемы производства электроэнергии. Это порядка 250-300 мегаватт. Это фактически равно около 20% потребления электроэнергии в Армении. С точки зрения политической, обсуждать этот вопрос, скорее всего, не имеет смысла, потому что чем более диверсифицированная экономика, тем лучше. Но с экономической точки зрения, вход американской компании в сферу электроэнергетики в Армении может создать хорошие условия для конкуренции. И я очень надеюсь, что вход американской компании постигнет российскую сторону, чтобы она более активно работала в направлении модернизации гидрокаскада Севанской, а также большую заинтересованность в вовлечении в процесс модернизации армянской АЭС, так как модернизация может быть сделана только на основании российских технологий и только российскими специалистами, потому что это реактор советского и российского образца ФВР-440.